аудиотека всемирной литературы представляет антон павлович чехов нервы вы можете поддержать автора канала лайками комментариями подписками на канал в бусте ссылка на канал в описании прямо под видео приятного прослушивания дмитрий осипович ваксин архитектор воротился из города к себе на дачу под свежим впечатлением только что перешитого спиритического сеанса раздеваясь и ложась на свое одинокое ложе мадам ваксин уехала к троице ваксин стал невольно припоминать все слышанное и виденное сеанса собственно говоря не было а вечер прошел в одних только страшных разговорах какая-то барышня ни с того ни с сего заговорила об угадывании мыслей смысле незаметно перешли к духам от духов к привидениям от привидений к сажево погребенным какой-то господин прочел страшный рассказ о мертвеце перевернувшимся в гробу сам ваксин потребовал блюдечка и показал барышке как нужно беседовать с духами вызвал он между прочим дядю своего клавдия миронович и мысленно спросил у него не пора ли мне дом перевести на имя жены на что дядя ответил во блага времени и все хорошо много таинственного и страшного в природе размышлял ваксин ложась под одеяло страшны не мертвецы а это неизвестность пробило час ночи ваксин повернулся на другой бок и выглянул из-под одеяла на синий огонек лампадки огонь мелькал и еле освещал киот и большой портрет дяди клавдии мироновича висевший против кровати а что есть ли в этом полумраке явится сейчас дядя на тень мелькнула в голове ваксин нет это невозможно привидение предрассудок плод умов недосрелых но тем не менее все таки ваксин натянул на голову одеяло и плотнее закрыл глаза воображение его промелькнул перевернувшийся в гробу труп заходили образы умершей тещи одного повесившегося товарища девушки утопленницы ваксин стал гнать из головы мрачные мысли но чем энергичнее он гнал тем яснее становились образы и страшнее мысли ему стало жутко черт знает что боишься словно маленькой глупо чик 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 стучали за стеной часы в сельской цикве на погосте зазвонил сторож звон был медленный заунывный за душу тянущий по затылку и поспере ваксина пробежали холодные мурашки ему показалось что над его головой кто-то тяжело дышит точно дядя вышел из рамы и склонился над племянником ваксину стало невыносимо жутко он стиснул от страха зубы и притаил дыхание наконец когда в открытое окно влетел майска и шук и загудел над его постелью он не вынес и отчаянно дёрнул за сонетку димитрий осипыч вас волен зи послышался через минуту за дверью голос гувернантки ах это вы разали карловна обрадовался ваксин зачем вы беспокоитесь гаврила мог бы гаврилю вы сами город отпустили а глявира куда-то с вечера ушла никого нет дома вас волен зи дох что же вы хотите с немецкого я матушка вот что хотел сказать того да вы уводите не стесняйтесь у меня темно в спальню вошла толстая краснощека разали карловна и остановилась в ожидательной позе садитесь матушка видите ли в чем дело я чем бы и спросить подумал ваксин косясь на портрет дяди и чувствую как душа его постепенно приходит в покойное состояние я собственно говоря вот о чем хотел просить вас когда завтра человек отправится в город то не забудьте приказать ему чтобы он того зашел гильз купить да вы садитесь гильз и хорошо вас волен зи дох что вы еще хотите я хочу а ничего я не вилла да вы садитесь я я еще что-нибудь надумаю неприлично девицы стоять в мужчинской комнат вы я вижу три деметрий осипович шалюн насмешкин я понимаю из-за гильз человека не будет я понимаю разали карловна повернулась и вышла ваксин несколько успокоен и беседой с ней и стыдя от своего малодушия натянул на голову одеяло и закрыл глаза минут десять он чувствовал себя сносно но потом его голову полезла опять старше чепуха он плюнул начупал спички и не открывая глаз зашел к свечу но и свет не помог напуганному воображению ваксина казалось что из угла кто-то смотрит и что у дяди мигают глаза позвоню я опять черт бы ее взял порешил он скажу ей что я болит попрошу капель ваксин позвонил ответа не последовало он позвонил еще раз и словно в ответ на его звон зазвонили на погосте охваченный страхом весь холодный он выбежал опрометью из спальни и крестять броня себя за малодушие полетел босой и в одном нижнем комнате гувернатки разалия карлов да заговорил он дрожащим голосом постучавшись в дверь разалия карлов да вы спите я того болит капель ответа не последовало кругом царила тишина я вас прошу понимаете прошу и к чему это щебетильность не понимаю в особенности если человек болен какая же вы право цивилих манерлих в ваши годы я вашей жена буду говорили не дает покоя честный девушк когда я жил у барон анций и барон захотел ко мне приходить за спишки я понимаю я сразу понимаю какие спишки и сказала баронес я честный девушка ах на какого черта сдалась мне ваша честость я болен и капель прошу понимаете я болен ваша жена честный хороший женщин и вы должны ее любить я а благородный я не желаю быть ее враг дура вы вот и все понимаете дура ваксин отберся косяк сложил руки накрест и стал штать когда пройдет его страх вернуться в свою комнату где мелькала лампадка и глядел из рамы дядюшка не хватало сил стоять же у двери гувернантки в одном нижнем платье было неудобно во всех отношениях что было делать пробило два часа на страх все еще не проходил и не уменьшался в коридоре было темно и из каждого угла глядело что-то темное ваксин повернулся лицом косяку но тотчас же ему показалось что кто-то слегка тёрнул его сзади за сорочку и тронул за плечо черт побери черт побери розали карлов да ответа не последовало ваксин нерешительно открыл дверь и заглянул в комнату добродетельная немка безбятежно спала маленькой ночник освещал рельеф ее полновесного дышащего здоровья тела ваксин вошел в комнату и сел на плетеный сундук стоявший около двери в присутствии спящего но живого существа он почувствовал себя легче пусть спит не вчера думал он посижу у нее а когда рассветет выйду теперь рана светает в ожидании рассвета ваксин пригорнул на сундуке подложил руку под голову и задумался что значит нервы однако человек развитой мыслища между тем черт знает что совестно даже скоро прислушившись к тихому верному дыханию розали карловны он совсем успокоился в шесть часов утра жена ваксина воротившись от троицы и не найдя мужа в спальне отправилась гувернантке попросить у нее мелочи чтобы расплатиться с извозчиком войдя к немке она увидала картину на кровати вся раскинувшись от шары спала розали карловна а насажение от нее на плетеном сундуке свернувшись калачиком похрапывал сном праведника ее муж он был боссы в одном нижнем что сказала жена и как глупа была физиономия мужа когда он проснулся представляю изображать другим я же в бессилии слагаю оружие читал джахангир абдулаев